Страна, Украина, 7 пунктов Кучмы Страна.УА, Украина 16 октября 2019 года Леонид Кучма заявил, что политическая часть Минска-2 выполняться не будет, пока ДНР или НР не объявят о самороспуске, Россия не выведет войска из Донбасса, а границу не передадут Украине Что, разумеется, в данный исторический момент, невозможно То есть Киев по сути заявил, что не будет выполнять Минских соглашений, где политическая часть предваряет все, что перечислил Кучма Сначала в них идут выборы и особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции, а потом, границы и распуск ЛДНР О том, что новая власть тяготится Минском и готовы его пересматривать, и Зеленский, и Пристайко говорят давно Но говорить, одно дело Выход Украины из подписанных в 2015 году соглашение открывает путь к снятию санкций с России И это в лучшем случае В худшем, к новому ветку воины 7 пунктов Кучмы Во вторник, 15 октября, прошло заседание ТКГ в Минске Украина там снова отказалась разводить войска, ссылаясь на обстрелы Отказ прозвучал на следующий день после марша националистов, который прошел в Киеве Кстати, как и в прошлый раз, 6 октября радикалы собрали Штайнмайер Майдан, а уже 7-го Киев заявил, что отвода, войск, не будет Но марш, который прошел в понедельник, видимо, вызвал еще больший переполох на банковой Заявления, прозвучавшие в Минске на следующий день, выглядели так, будто их зачитывали со сцены Штайнмайер Майдана Украинская сторона отметила, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно исключительно при условии выполнения следующих пунктов Роспуск квазиу-группировок Л-ДНР Полное прекращение огня Обеспечение эффективного мониторинга СМ и МОБСЕ на всей территории Украины Вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники Разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения Обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей Установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы Написала в соцсети пресс-секретарь Кучмы Дар Калифер Правда, представитель Л-ДНР в Минской контактной группе Родион Мирошник в среду заявил, что на самом деле Кучма на заседании не требовал распустить республики Но так как пост Алифер появился еще накануне и с тех пор никаких опровержений не было Написанное в нем можно воспринимать как официальную позицию представителя Украины на переговорах в Минске Что означает заявление о Киеве и эти требования Киева в целом не новы Их регулярно предъявлил и предыдущий президент Петр Порошенко При Зеленском добавился лишь распуск ДНР или НР Причем первым пунктом Правда, как он может произойти, пока там не будет выборов, непонятно Ведь сам же Кучмай сказал, что никаких выборов до распуска органов сепаратистов Если представить, что на это условие кто-то пойдет, то неясно, что вообще будет происходить тогда на неподконтрольных территориях ДНР или НР на данный момент управляет их жизнедеятельностью, снабжением, дорогами, торговлей, здравоохранением и так далее Если они самораспустятся, воцарится хаос То есть уже по этому странному требованию видно, что 7 пунктов Кучмы – это некое спонтанно возникшее требование, которое имеет скорее информационные цели Ведь всерьез эти условия в Минске никто обсуждать не будет Вспомним, что представитель Украины не в первый раз ставит подобные условия Накануне срыва подписания формулы Штайнмайера В сентябре Леонид Кучма требовал всего, перечисленного выше, минус распуск квази группировок Интересно, что уже через две недели формула была подписана, так как Кучма неожиданно эти требования снял Возможно, что и сейчас новая порция невыполнимых запросов Всего лишь информационный фонд для успокоения горячих голов, марширующих по Киеву И после шага назад произойдет два вперед, например, отведение войск и новый обмен пленными Однако пока более вероятно, что это не просто слова Ведь в сентябре еще не было массовых акций националистов Они начались уже после подписания формулы Штайнмайера И власть Зеленского показала, что выполняют скорее требования улицы, чем подписанные в Минске обязательства Что было видно по внезапному срыву разведения войск Заявления Кучмы могут быть вообще прологом к отходу от минских соглашений Которыми власть открыто тяготится, заявляя, что мы их не подписывали и я бы сам отказался от них Цитата Зеленского Видимо, это и есть плант, который вынашивают тузе на случай, если сорвутся переговоры с Путиным Можно ли выйти из Минска двух? Выйти из минских соглашений не просто со многих точек зрения Это не только договоренность между Россией, Украиной, ОБСЕ и сепаратистами Документ лоббировали Германия и Франция, чьи лидеры находились в Минске на момент подписания Более того, Минск-2 утвержден резолюцией Совета безопасности ООН На официальном уровне приверженности ему декларируют даже в США В Евросоюзе неоднократно заявляли, что именно от выполнения Минских соглашений зависит снятие антироссийских санкций То есть, если из договоренности выйдет Украина, то может запуститься процесс отмены санкций Впрочем, в Киеве, судя по всему, рассчитывают на другое Санкции против России останутся в любом случае, а Запад закроет глаза на выход Украины из договора Что также, конечно, не исключено Однако нужно понимать, что такой кульбит в любом случае ослабит международные позиции Украины в теме Донбасса И снизит уровень ее поддержки, особенно в тех странах, которые требуют улучшения отношений с РФ, а таких много в Европе Парадоксально, но именно такой вариант в конце концов и может устраивать Зеленского Боевые действия на этом закончатся, и формально ЗЕ выполнит свое обещание прекратить войну, не посарившись с партией войны О том, что такой вариант рассматривают в Киеве, указывает о активизации разговоров о строительстве так называемой стены между Украиной и неподконтрольными территориями Технически эту затею осуществить будет крайне сложно, длина линии разграничения составляет около 450 километров по пересеченной местности Тем более, строить придется в условиях, когда еще не до конца завершены боевые действия Да и перед глазами печальный пример стены Ценюка на границе с Россией Ее строили не под пулями, но тогда умы и не довели, зато распилили сотни миллионов гривен Не исключено, что и смысл затеи по стене на Донбассе будет такой же Но это все пока теоретизирование На практике же официальный выход Киева из Минска двух может, и этого исключать Увы, нельзя, запустите сугубо военный сценарий То есть ситуация вернется в ту точку, когда и были подписаны соглашения Они, напомним, появились перед угрозой военного разгрома Украины Кстати, после вчерашнего ультиматума Кучме представитель России в ТКГ заявил, что теперь ожидает обострения на линии фронта Есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов, сказал Борис Грызлов И только этот фактор скорее всего и останавливает Украину Которая может в итоге пойти проторина еще при Порошенко дорожкой, саботировать Минск и критиковать его, формально не заявляя о выходе из него Правда, и это путь в тупик Европа всерьез нацелена закончить конфликт на Украине И с каждым днем саботажа поддержку Украины со стороны АЭС, да и в целом Запада, будет уменьшаться Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею власти Украины о распуске ЛДНР неожиданной для других участников нормандского формата По его словам, комментировать ее пока сложно Об этом сообщает РИА Новости в среду, 16 октября Означает ли это, призыв распуститель ДНР, примечание редакторов, отход от минских соглашений, от минского плана действий Означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей Пока непонятно, добавил он Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ